Семинар 7 Гамильтона Давайте я сначала не торопясь расскажу, почему эта тема возникла, кто такой Гамильтон, может быть за это время и народа будет побольше. Итак, вот мы с вами когда собрались в сентябре, ну или в октябре мы уже начали динамику, и мы проходили уравнение Ньютона. Ну сначала для точки, потом мы записали их следствие изменения кинетического момента, изменения импульса всей системы, тоже следствие. Потом взяли уравнение динамическое уравнение Эйлера, потом уравнение Лагранжа, и вот возникает вопрос, а что мы все время меняем уравнение? Что является причиной того, что мы от одних уже не походим к другим, от тех к третьим, вот скажите, давайте немножко диалога, начнем диалоги. Что является причиной этого? Система координат возможных, в которой мы работаем. Ну мы же можем систему-то менять, координат, да ведь? Что изменения? Ну если вот в уровне Ньютона они, ну вы повернули систему, ничего страшного декартовую, значит, нет, причина в другом. Причина в том, что разные системы, ну точка и система точек, система точек отдельных и твердое тело. Твердое тело, из тела соединенные в систему, это все же разные объекты. И вот уравнения, которые я перечислил, будучи все следствия в районе Ньютона, они более или менее приспособлены к той или иной задаче. Вот как инструменты. В любой профессии есть инструменты. Один инструмент удобен для одного, другой для другого. А какой-то для третьего. И вот так и, значит, в механике. Вот уравнения Гамильтона, которые мы сейчас будем проходить, они удобны и имеют преимущество для систем, которые движутся в потенциальных полях. То есть, сила тяжести, электрические силы, что еще мы знаем? Ну, пружинки всякие, да, ведь? Тоже потенциальные силы, упругости. То есть, вот есть ситуации, когда нет сил трения, нет вязкого трения, и тогда потенциальные силы удобно выражать через потенциальную энергию, и уравнение становится, значит, можно выписывать уравнение, учитывая эту потенциальность. Вот, собственно, Гамильтон это и заметил. Значит, Уильям Гамильтон, это ученый, ну, скажем, как теперь говорят, британский ученый, да, ну, точнее, ирландский ученый, который жил примерно в середине XIX века. Вот он, в том времени уже были использователи уровня Лагранжа, понятное дело, уровня Ньютона, и вот он заметил, что можно записать эти уравнения в несколько иной форме, более удобной, более красивой, более приспособленной для решения задач. Единственное, что мы должны обеспечить, это если силы потенциальны, вот если мы это обеспечим, или там учтем это, силы потенциальны. Ну, а если там есть реакции связи, то связи должны быть идеальны. Мы знаем, что в этом случае, когда связи идеальны, то они работу не совершают на виртуальных перемещениях, и мы можем не то, что о них забыть, мы их помним, даже любим, но мы их учтем так, что они не будут давать вклад в уровень Лагранжа. Ну, вот мы с уровнем Лагранжа сейчас и начнем. Итак, пусть у нас есть, как мы Лагранжевую механику начинали, вот у нас есть система, мы выяснили, что у нее стойка степей свободы, мы выбрали координаты, я ее буду писать в виде вектора Q1, Q2 и так далее, Qn, и записываем уровень Лагранжа. И если все силы потенциальны, мы с вами уже знаем, что они могут быть записаны вот в таком, в общем-то, красивом виде. Хотя я не знаю, вот это он мне кажется красивым, кажется, и он вам красивым, я не знаю. При этом функция L Лагранжа, Лагранжиан, как мы говорим, это функция координат обобщенных скоростей и, возможно, времени. Вот этот набор переменных, Q с точкой T, мы будем называть Лагранжевой переменной. Ну, у нас раньше других не было, а теперь, поскольку появится еще Гамильтонова, мы должны отличать вот этот набор Лагранжевых переменных. Гамильтон ввел новое понятие, обобщенный импульс. Вот давайте мы введем его, это тоже вектор, в нем столько же компонент, сколько и обобщенных координат, сколько с ней свободы, вот это вектор, и он вводится так. Вектор P есть производная Лагранжиана, от его Лагранжевых переменных, по Q с точкой. То есть фактически вот то, что здесь стоит. Можно вопрос? Да. В чем вопрос? А вот раньше мы разве не работали с системами, где есть силы, они потенциальны, и... Все было не точно так же. Это Динара нам говорит, да? Динара, ты, да? Вот, так вот, конечно же, мы работали, и мы записывали уравнение Лагранжевых в таком виде, если все силы потенциальны. И можно было, в принципе, продолжать в таком виде и работать. Но вот пройдет 10 минут, и ты, и все увидят, насколько более удобные появятся уравнения взамен вот этих Лагранжевых, которые мы будем называть гамильтоновые уравнения. Вот смотрите, потерпите немножко, 10 минут. Итак, вводим понятие обобщенного импульса, это первое понятие, и вводим понятие гамильтониана или функцию гамильтона. Это скалярная функция от переменных Q, P и T, как мы говорим, от гамильтоновых переменных. Вот набор переменных Q, P и T, это гамильтоновые переменные, которые вводятся по следующему принципу. Берется вектор обобщенных импульсов, транспонируется, штрих у меня означает транспонирование, умножается на вектор столбик Q, а вы знаете, что если вектор строчку, я умножаю на столбик, это будет скаляр. Вычитаю Лагранжиан, извините, на кусточкой, кусточкой, вычитаю Лагранжиан, и вот то, что получится, это будет функция гамильтона или гамильтониана. Есть одно маленькое но. Мы видим, что у нас по определению, у нас здесь должны быть обобщенные импульсы, а у нас еще есть здесь обобщенные скорости, вот от них надо избавиться. В итоговом выражении не должно быть обобщенных скоростей. Вот давайте мы тот факт, что мы собираемся заменить обобщенные скорости через некие выражения от гамильтоновых переменных, поставим дуги вот здесь. Тогда выражение будет означать следующее. У нас есть выражение для гамильтониана, где мы намерены в будущем заменить вот эти производные через выражение, через гамильтоновые переменные. Ну, а это будущее наступит очень быстро. Мы сейчас возьмем вот эти функции P. Это вектор функции. Если я продифференцирую Лагранжан скалярную функцию по вектору скорости, я получу некие функции φ от Q с точкой T, те же самые, которые были у Лагранжан. И это вектор функции, да, ведь поскольку L это скаляр, дифференцируем по вектору. Вот это столбик. Вот это система алгебрических уравнений. Слева P, справа Q. Вот мы эти Q выразим. У нас Q с точкой. После того, как мы алгебраически разрешим это все, будет некий вектор функции ψ от Q, P и T. И подставим то, что мы получим, вот сюда и вот сюда. Ну и когда мы это получим, разумеется, мы уже получим, ну давайте напишем, P' на эту самую ψ от Q, P, T минус Лагранжан, где у нас Q, а вместо Q с точкой пишем эту самую ψ от Q, P, T. Все, точка запятой, функция гаммельтона получена. Вот он гаммельтонян. Это у нас второе, что мы вслед за гаммельтоном вводим. Ввели обобщенные импульсы, ввели функцию гаммельтона. И третье и последнее, что мы сейчас должны записать, это, собственно, зачем мы это делали. Мы выписываем сейчас уравнение движения системы в форме гаммельтона, в форме канонического уравнения гаммельтона. Они таковы. Q с точкой от T есть DH от, разумеется, гаммельтоновых переменных уже, по DP, а P с точкой от T, это минус DH, вот тех же переменных, не буду их перечислять, по DQ. Это система. В ней два N уравнений, где N число степеней свободы. Каждое уравнение первого порядка. И все они разрешены на этнике старших производных. То есть они оказались выражены в нормальной форме Каши. Что такое нормальная форма Каши? Вот пусть у вас есть вектор X, составленный из P. Ну что? Сейчас, я запишу секундочку. Q1, так далее QN, потом P1, PN. Вот такой. Ну, в общем, это из Q и P. И вот если я такое запишу, то уравнения, вот эти уравнения, они имеют какой вид? Вот X с точкой от T, есть некая функция F от XT, то есть форма Каши. Так, слушаю вопрос. Вектор P, это же обобщенный импульс. Да, вектор P, это обобщенный импульс. А почему тогда P, не M? Динара, вот ты знаешь, диалог, он удобен, когда вот ты в аудитории, и я в аудитории, и мы говорим, когда вот все же вот так, через посредство телевизора и микрофона, то все же я вот не совсем понимаю твои вопросы. Вот давайте так сделаем, ты дослушай все до конца, а потом ты в конце семинара просто напишешь мне, я тебе через пару часов уже все ответы тебе дам по почте электронной. Либо ты просто к концу семинара все сама поймешь. Все же у нас в записи, и хотелось бы, чтобы она была эффективно проходила, поскольку диалог затруднен, давай мы сделаем так, как я говорил. Итак, давайте мы еще раз посмотрим. Вот это то, что здесь написано, это и есть канонические уровни Гамильтона. Почему канонические? Потому что они имеют форму Каши, каноническую форму Каши. В чем их преимущество? Мы не произвели понижение порядка, как иногда говорят. В районе Лагранжа тоже имели порядок 2n, почему? Их было n штук уравнений, каждый было второго порядка, порядок системы 2n. И тут у нас порядок системы 2n, но структура упростилась. Они, как видите, определенные симметрии мы видим. Их, кстати, легко запомнить, они легко запоминаются. Они удобны для аналитических исследований, они удобны для численных расчетов. Между прочим. Вот у вас на третьем курсе будет предмет, который называется, вычислительная математика. Он там покажет, что если у вас уравнения дифференциальные имеют форму Каши, вот такую форму Каши, то есть множество стандартных программ и алгоритмов, которые давно-давно разработаны. Подставляй вектор фазовых переменных, их, подставляй правой части, и получаешь фактический траектор любых начальных условий. А вот, скажем, с уровнем Лагранжа так поступить было нельзя. Они же у нас не имеют форму Каши. Для них, конечно, тоже можно было бы разрабатывать какие-то численные методы. Но вот стандарт, который математики приняли за наиболее удобную форму, вот эта форма Каши, вот мы ее получили. Вот то, что я все рассказал, все это, конечно, надо читать доказательства в книгах или слушать внимательно лекцию. Лекции на этой неделе прошли, и на факультете, где читая Муницына, и где Хомячок, все прошло, все, значит, можно читать. По книгам, ну что, я рекомендую те книги, которые у меня в облаке расположены, книга Зермана, книга Гантмахера, они очень хороши. Книга Маркеева, к которой вы все привыкли, она тоже, разумеется, подходит, но у него несколько иной порядок изложения тем в книге, и чего-то может не быть. Поэтому, если, скажем, до всего момента книга Маркеева была, возможно, лучшим учебником по нашему предмету, то сейчас я рекомендую и другие книги тоже посмотреть. Ну и лекции, понятное дело, тоже. Ну давайте ваши вопросы. Вот те, кто сидит в аудитории, мне с ними проще общаться. Если у вас какие-то возникли вопросы, я вот прямо сейчас готов. Какой уравнение в итоге разумеется? Вот этой? А давай посчитаем. Сколько уравнений? n и n, 2n, значит, порядок 2n, порядок 7 и 2n. И был 2n, потому что там было уравнение n, но каждый было второго порядка. Лагранд же, вы помните, что я не говорю, второго порядка, да ведь? То есть мы не понижали пока порядок, пока. Мы будем его понижать, но пока не понижали. И мы фактически только структуру уравнений упростили. Ну не мы, а Уидим Габельтон, он упростил структуру. И между прочим, вот мы сейчас с вами начинаем раздел механики, это называется Габельтонова, и мы эту Габельтоновую механику будем прямо до конца семества изучать. Вот мы сейчас только поговорили, а через пару семинаров у нас будет «Принцип Габельтона», потом еще пара семинаров уравнений Габельтона и Копи, то есть он дал начало целой отрасли механики. И что удивительно, уже значительно позже времен его жизни уже оказалось, что уровень Габельтона применима и в других сферах. Вот, например, если представить себе, что вы захотели считать оптимальный план какой-то развития экономики или оптимальную траекторию какого-то процесса, вы пишете уравнение, соответствующее этой теории, это теория оптимального пролезия, и вдруг видите, что там будут уравнения в форме Габельтона. То есть есть сферы, где уровень Габельтона очень эффективно работает. Они уже не Габельтонова, даже если механика там уже не Габельтона, она Габельтонова система как математическая система. Мы сегодня увидим, что можно взять некую математическую систему, вообще не из механики, и увидишь, что она Габельтонова. Ну ладно, давайте еще вопросы и начнем решать задачи. Это было такое введение, потому что я прекрасно понимаю, что не всегда удается тема лекцию отследить, но вот, скажем, Хомячев вчера читал лекцию. Ты вряд ли успел ее посмотреть. Посмотрел? А я ничего не выводил. Я показывал, что было. То есть я вам показал алгоритмику. Она, кстати, очень наглядная и хороша. Вот тут же прямо буквально делай раз, делай два, да? Смотри. Вот, делай раз. Берешь Лагринджан, это умеем. Дифференцируешь по скоростям, получаешь функции. Разрешаешь относительно кусточкой. Подставляешь на следующем этапе выражение Гаммельтониана. И из него получаешь уравнение. Прямо шаг за шагом делаешь. Ну, вот у меня к вам тоже вопрос. Я тоже имею право на задать вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я так легко сказал, что давайте-ка мы разрешим систему алгебрических уравнений относительно кусточкой. А когда это можно сделать? Это всегда можно сделать или нет? Условия разрешимости алгебрической системы. Когда мы кусточкой можем выразить через П? У нас есть теорема неявных функций. Так, и? Ну и в принципе, у меня есть определенные находилые достаточно условия. Ну, я сейчас перефразирую то, что сказано было. Если мы хотим, чтобы эта система была разрешена, нужно нам, чтобы детерминант матрицы, образованный дифференцированием этого вектора, вот по этой строчке, он не был равен нулю. Это значит, что поскольку функции φ сами получены дифференцированием скалярной функции Лагранда, значит, у нас матрица вторых производных Лагранджиана по скоростям не должна иметь нулевой детерминант. Ну, вот я напишу. Это выражение сейчас я напишу. Ну, вот детерминат я обозначаю вот такими прямыми вертикальными линиями. Вот берем Лагранджиан, дифференцируем его по столбику, результат дифференцируем по строчке, то есть по кусточке, получаем матрицу, и ее детерминат не должен быть равен нулю. Если он равен нулю, тождественно, допустим, то тогда все точно не работает, эта теория, переход. Если он равен нулю в какой-то одной точке, ну, значит, в этой точке не работает переход. Но мы знаем, что дифференциальные уравнения, они ведь вообще определены из точки до и псионокрестности. Если даже в какой-то и псионокрестности они работают, они уже имеют право на существование. Главное, чтобы не было нулевого детермината, значит, тождества нулевого. А в какой-то одной, ну, мы же знаем, что полярная система имеет в нуле особенность, мы же ей пользуемся. Мы же не бракуем этого из одной точки. Так и здесь. Ну вот, то есть, вот это, значит, детерминат, там, значит, название Гессиан, был ученый Гесси, который его первый, видимо, ввел. Вот Гессиан не должен быть равен нулю. Так, очень краткая фраза. Гессиан не должен быть равен нулю. Лаганджан. Тогда переход под море. Ну ладно, давайте перейдем к решению задач. В конце концов, сколько ни говори теорию, значит, а пока значку не решил, до конца не поймешь. Вот у меня есть традиционная задача. Вот у меня есть, пока нет тряпки. А нет, есть тряпка. Вот. И такая традиционная задача, которую я всегда решаю на этом первом семинаре. Потому что задача, какую, значит, роль играет задача? Она должна быть простой и объяснять все, что только что я сказал. Вот давайте я сейчас сотру, но не все, и постараемся сейчас вот просто воплотить на конкретную задачу все, что мы только что сказали. Итак, задача номер один. Есть некая горизонтальная плоскость. Вот это вертикаль. Пусть она гладкая, специально. Есть в этой плоскости некая линия, ось, которая перемещается. Вот φ – это угол, который образует эта ось с некой постоянной линией. Ну, допустим, линия, как мы ее назовем, ну, какая-то там все линия, вот она постоянно. И, значит, ось иксов, она пусть у нас будет перемещаться по плоскости. А на этой оси у нас есть точка. Вот некая материальная точка массы N, которая может без трения перемещаться по этой оси. И эта точка закреплена пружинкой жесткости С, соединяющей начало координат в точку О и точку М. Длина пружинки пусть L0, когда она не растянута. И нам надо составить каноническое уравнение Геммельтона этой задачи. Спереди, составить каноническое уравнение Геммельтона вот этой задачи состоящей из одной точки. Всего одна точка материальная. Одна пружинка. Гладкие плоскости и ось. Ну, давайте сначала посмотрим. Она внедряется в Геммельтонову технологию. У нас все силы потенциальные. Да? У нас только пружинка. Единственная сила пружинка. Я специально делаю логовидитальную плоскость, чтобы исключить силу тяжести. У нас связи идеальны. Я сказал, что гладкая плоскость и гладкая ось. У нас подходит задача полностью. Давайте смотреть. Вот сейчас будем писать. Сколько степеней свободы у этой системы? У точки. Сколько степеней свободы в пространстве? Если она по плоскости движется и перемещается по фиксу? Две. Две степени свободы. Какие мы координаты выберем здесь? Какие логичные координаты выбрать? И отклонения. Вот давайте расстояние по этой оси икс выверим за первую координату. Как-то упорядоченные. И ифи. Вот две координаты. Когда вы будете решать задачи, очень часто вы видите, что они просто даны вам в учебнике. В задачнике они даны и просто их обычно их и берут. Хотя, если вы почему-либо не хотите их брать, можно было бы и другие придумать. Итак, дальше нам, судя по всему, надо Лагранжан писать. Да, ведь? Давайте я вот здесь сотру его и вот чуть перемещу влево, чтобы... Да, ну вот, сразу можем даже, знаете, что написать? А p. p иксовая у нас будет и pфитая, потому что у нас каждые координаты будут в соответствии обобщенные импульсы. У нас будет вектор обобщенных импульсов из двух компонентов px, pфи. Все, сделали. Так, теперь Лагранжан. Ну, Лагранжан, как вы помните, это переменные от Лагранжевых переменных от x, от φ, от x с точкой, от φ с точкой, от t. Конечно, кто-то из них может не присутствовать. Это мы знаем. В этом случае мы говорим, что если переменной в Лагранжане нет, это циклическая переменная. Ну, пока я просто весь полный перечень представил. Ну, поскольку Лагранжан это t минус p, кстати, как называется система, когда Лагранжан равен разности кинетической и потенциальной энергии? Помните? Натуральный. Натуральный. Потому что, в принципе, Лагранжева механика и вообще технология, она для многих систем пригодится. Мы можем Лагранжан постулировать, еще с ним дальше делать с уровнем. Но если у нас Лагранжан это разность кинетической и потенциальной энергии, это натуральная система. Вот пусть у нас натуральная система, но она и есть, натуральная, она из перевода взят. Ну что, считаем кинетическую лидер M пополам и скорость. Ну понятно, что здесь скорость есть относительная, X точкой по оси X, и переносная, когда, значит, линия X перемещается по плоскости. Поэтому я, видя, что они ортогональны друг к другу, переносная относительная скорость, я пишу здесь X с точкой в квадрате плюс X в квадрате F с точкой. Вот это у меня скорость относительная, относительная оси X, это переносная, и вот все это, вот это будет кинетическая энергия. Ну а потенциальная энергия, это исключительно, здесь только пружинка обеспечится, C, значит, от X минус L0 в квадрате пополам. Вот у нас, значит, получилась половина жанра. Дальше. Я могу уже сейчас попытаться записать функцию Лагранжи, функцию Гамильтона. Давайте. Я, значит, буду как бы продолжать, вот чтобы вы поняли, что это не что-то реализация конкретной методики, я буду продолжать. Ну что, поскольку у меня здесь вектор P из двух компонент, PX, Pφ, вектор Q с точкой, да, а мы решаем в инерциальном неподвижном пространстве. Они появляются, когда ты говоришь, я буду решать в инерциальной системе. Пока я бы это не сказал, их и нет. Вот. Значит, так вот, давайте смотреть. Вектор строчка, вектор столбик, точка PX, Pφ, это X точка, FI с точкой. Что получается? PX на X с точкой, плюс Pφ на FI с точкой. Это я записал первое слогание. Минус Лагранжиан. Ну, Лагранжиан у нас уже написан, поэтому просто я его минусую. Значит, здесь будет M пополам, X с точкой в квадрате, X в квадрате, FI с точкой в квадрате. И там был минус потенциальной энергии, а тут будет плюс CX минус L0 в квадрате пополам. И это еще не все, да? Что мы должны сделать? Мы должны избавиться от Лагранжевых переменных, которые еще у нас здесь присутствуют в выражении. Давайте мы это сделаем, используя вот это самое определение, что такое обобщенный импульс. Давайте я здесь тоже стираю и начинаю вычислять обобщенный импульс. Это значит, что будет? DL по DX с точкой, DL по Dφ с точкой. То есть первая компонента, как вы помните, PX-овая, и вторая Pφ. Дифференцируем Лагранжиан по X с точкой и видим, что он только в одном месте. Дифференцируем, двойка идет сюда, сокращается эта двойка, получается MX с точкой. Сейчас, когда мы напишем, мы физический смысл этих обобщенных импульсов мы поймем на самом деле. Ну, давайте сами посчитайте, что такое будет Pφ. Берите производную, Pφ с точкой сокращаете там двойку, что там получается. Ну, если вы все правильно сделали, то получите эксплуатацию на фи с точкой. Ну что, проинтерпретируйте, что у нас получилось, что за обобщенные импульсы получились. Похожи они на какие-то физические величины. Они же обобщенные вообще-то говорят. Ну что, вот PX что-то такое оказалось. Импульс обычный, размерность обычного импульса. А Pφ что? Это момент импульса. Это момент импульса, совершенно верно, это момент импульса. Потому что если мы X, сейчас один из двух вот этих X, возьмем на фи с точкой и умножим, будем в скорость. Скорость умножить на, значит, массу, это будет импульс, а еще умножить на координаты момент импульса. Ну вот, в принципе, можно даже запомнить, что если обобщенные координаты являются обычные координаты, которые длиной измеряются в метрах, да, то обобщенные импульсы будут обычные импульсы. А если это угол, то это будет момент импульса. А если будет какая-то иная координата, ну уже не из механики, что-то иное совсем, там будет что-то иное. Ну вот у нас получилось так. Ну что, как вы видите, у нас пока все очень просто. И вот теперь наступил момент, чтобы получить выражение x-точкой через p. Ну, x-точкой, поскольку это px-овое, получается px на m, ну а фи-точкой, это что такое? Вот px-овое, pфи-т, делим на m на x-квадрат. И вы, кстати, видите сразу, что переход-то вообще-то не везде возможен. Вот смотрите, если x равен 0, то все не работает, переход. Ну, как и в любой полярной системе, а у нас фактически x и фи-это полярная система выбрана, получается, что там особенность, ну и мы знаем это, вот фактически мы ничего нового здесь не получили, что в одной из точек пространства наш переход невозможен, а во всех остальных возможен. Ну что, наступил момент подставлять. Давайте подставляйте вот сюда, значит, вот сюда. Давайте вот я стрелочки поменяю. Вы, конечно, пишите все заново, а я могу позволить все стрелочки так это на доске расписывать. Сюда подставляете и вот сюда подставляете. А потом также поступаете с фи, подставляете, ну не буду до конца описать, в два места подставляете. Ну и приведите подобное. Все будет очень удачно сокращаться. Задачка действительно простая, но и хорошо, зато мы все нюансы увидим. Что у нас получилось. Я запишу. Я вот запишу сначала от полного набора гамильтоновых переменных, а потом мы кое-какие уберем и выясним. Так, ну что. Кто-то может мне показать или показать, что получилось? Подставляйте x точкой, выраженной через p, x и v, f с точкой через p, fit и подставляйте, ищите подобные члены и говорите, что получилось. px в квадрате делить на 2m. Так, правильно. Плюс pf в квадрате делить на 2mx в квадрате. Так, тоже правильно. Плюс c на x минус или 0 в квадрате. Ну, ага, давай я напишу, как ты сказал. А, значит, мы еще у присутствующих тоже здесь проверим, как они у них получились. pf в квадрате на 2m на, по-моему, x в квадрате, да, Вин? Да. Плюс c пополам x минус l в квадрате. Точка за пятой. Ну вот, если у вас так получилось, то это верно. Камиль, так получилось? Пока не сделал еще, нет? Не получилось? Так. Вы должны следить за мной. Ну что, давайте зачеркивать кое-что. x у нас присутствует. Значит, его оставляем. А φ отсутствует. Посмотрите, у нас нет угла. Фи циклическая переменная. А также у нас нет времени. Здесь, в правой части тоже. Вот оказывается, наличие циклических переменных в лагранжиане и в гамильтиняне, оно, значит, одинаково. Если некая переменная, в данном случае φ, она у нас отсутствовала в лагранжиане, и ее не будет в гамильтиняне. Если у нас в лагранжиане не было времени, то и в гамильтиняне не появится. Ну, пожалуйста, посмотрите. Тут ведь тоже, хоть мы и писали полный набор лагранжевых переменных, но у нас тоже есть φ и нет. И тут, конечно, да. То есть, мы получили, что здесь тоже циклические переменные. А мы знаем, между прочим, еще из лагранжевой механики, что наличие циклических переменных влечет за собой законы сохранения какие-то. Как мы говорим, первый интеграл. И вот сейчас они тоже появятся. Ну что, давайте писать последний, завершающий шаг. Вот вместо этой системы, которая в общем виде, я сейчас напишу систему уже конкретную. Для Даши задачи. x с точкой равно, φ с точкой равно, px с точкой равно и pφ с точкой равно. x с точкой дифференцируем по... А, ну, Даша, написали же нужно, да? dh по dpx, вот у нас px в одном месте. Дифференцируем, получаем px на массу. φ с точкой. Это dh по dp фиты. p фиты в одном месте. Дифференцируем, получаем p фиты на 2mx в квадрате. Друг, уберите. У нас противенцируема сократилась. Да, правильно. А это не сократилось, надеюсь, нет? Это осталось? Нет, нет, это квадрат. Хорошо. Так, dh по dφ. А, ну да. Секунду, мы это... Немножко сбили меня с темпа. d здесь мы пишем по x сначала. Вот смотрим, где у нас x в одном месте. x в минус второй степени. Дифференцируем. Получается двойка, когда сократится. Минус вторая, минус, который при дифференцировании получился, вот с этим минусом сократится. И получится, насколько я понимаю, p фи в квадрате делить на mx в кубе. Проверяйте. Еще раз. Двойка сократилась. Раз. x стал в минус третий. Вроде все верно. А еще цена 2x минус 1 в квадрате. А я... Вот это? Сейчас я пишу. Вот это. Сейчас пишем здесь минус. Минус, потому что вот этот минус. Дифференцируем c на x минус L0. Вот, по-моему, все. Вот здесь. Я не вижу больше ничего. Потому что у нас x здесь нет. Он только вот в этом месте и в этом. В этом мы продифференцировали, получили с учетом вот этого знака минус. Здесь плюс. Вот минус. Ну и, наконец, в последнем уровне и поэфиты. Вот то самое, когда, значит, поэфиты с точки. Когда я вижу, что нет у нас в гамильтоняне переменной фи, да? Вот это сейчас кажется, посмотрите. Минус dh по dфи. Но фи нет. Значит, здесь будет 0. Вот тот самый первый интеграл. Мы сейчас получили. Сейчас обсудим это. Вот то, что мы получили, называется система канонических уровней гамильтона. Она полностью описывает движение нашей точки. При любых начальных данных мы можем проинтегрировать численно, как минимум. А может и аналитически. Сейчас пообсуждаем тоже этот вопрос. Ну вот, собственно, цель достигнута в уровне гамильтона полученной. Давайте ваши вопросы. Ну, если вопросов нет, то давайте обсуждать. Вот смотрите. У нас здесь получился, ну, уравнение, которое говорит, что пэфиты сохраняется. Давайте мы напишем. Значит, пэфиты в процессе движения будет таким же, как оно было в начальный момент какой-то. То есть, c1. Это константа интегрирования дифференциального уровня. Все, третье уровень не отвалилось. Ой, четвертое уровень отвалилось. Стало 3. Мы понизили порядок на одну единицу. Спрашивается, можем еще продолжить понижать порядок? Да? Как вы думаете? Что можно сделать с этой константой c1? Подставлять в уравнение. Конечно. Можно ее подставить вот сюда. И тогда у нас... А куда еще? И сюда, да? То есть, получается следующее, что если я вот сюда ее подставлю, в частности сюда, то получу уравнения первое и третье. Давайте мы их выделим. Вот я их выделю вот такой своеобразной штукой. Вы смотрите, вот видите, я вот такую область. Вот видите, вот то, что внутри этой области, это уравнение для х и для пх. То есть, для первой координаты. И поскольку здесь можно подставить вот сюда, вот c1, мы видим, что они изолировались от второго уравнения. Первый и третий изолировались от второго. Ну, четвертый мы сразу расправили. И мы понизили порядок еще на одну единицу. У нас осталась система уравнений второго порядка, ну, из двух уравнений. Для х и для пх. Вот этот факт, вообще говоря, на лекциях оговаривался. Вот на лекциях Муницына оговаривался момент о том, что вот эти циклические координаты, они не просто так вот сказали циклические, и все, нет. Они используются для понижения порядка. Причем одна циклическая переменная позволяет понизить порядок на две единицы. И у нас после четвертого порядка второй. Я сейчас вот нечто скажу, но уже без доказательства, потому что у нас впереди это будет. У нас здесь еще есть одна циклическая переменная время. Логика подсказывает, что можно еще на две единицы понизить, но не видно как. Вам будут, возможно, показаны эти уравнения. Это уравнение Уиттекера, которое говорит, а если это так, давайте мы время сделаем не аргументом, а координатой, а аргументом сделаем x. И у нас получится тогда аргумент x, а координата время. И тогда, если мы запишем гаммелькнянг соответствующий, там не будет и второй координаты времени с количеством. И получится еще одно понижение порядка. И в принципе, это значит сводится к квадратурам, полностью без интегрирования дифференциальных уравнений. Хорошо или плохо, вопрос открытый. Дело в том, что вот когда в XIX веке все это обсуждалось, то понижение порядка дифференциальных уравнений, это было большой плюс. Потому что, ну, как еще по-другому было решать? Что изменилось с тех пор? Появились компьютеры и численные методы. И, честно говоря, вот я бы сейчас предпочел, допустим, для исследовательной системы, лучше пусть будет простая структура системы. Вот сейчас у нас очень хорошая простая структура. И она хорошо ляжет на любые численные расчеты. Поэтому понижать порядок, не понижать, если это касается исследований, это вопрос теперь не такой очевидный, как в XIX веке. Но вот если брать классику, то в классике считается понижение порядка, а тем более на 2 единицы, на 4 единицы, считается большой диктежкой. Ну, а если мы решим вот первое и третье, что делать со вторым-то? Мы тоже должны что-то дать. А будет квадратура. Что такое квадратура? Знаете, это еще не взятый интеграл. Вот если мы сейчас решим систему из первого и третьего уравнения, мы что получим? Мы X получим как функцию времени и константы интегрирования. Давайте напишем X. Это будет функция времени. И констант C1, которая из четвертого уравнения появилась. C2, C3, которая появится при интегрировании первого и третьего уравнения. И мы эту X, уже как бы найденную, да, мы можем подставить вот сюда. И тогда у нас F найдется как интеграл от того, что там написано. А там написано C1, масса, X, вот T, C1, C2, C3. Интеграл берется по времени. И плюс еще четвертая константа интегрирования. То есть это квадратура. То есть понизили на два порядка при одной оставшейся квадратуре. Ну, эту квадратуру можно было бы почитать, если бы мы нашли, конечно, решение для X. Мы говорим, что можно найти, но мы же его не нашли с вами. То есть в этой задаче понижаем на два порядка. Пока этим ограничиваемся. Ну вот, пожалуйста, вам продемонстрирована вся технология Гамильтона. Она очень, как мне кажется, идейно проста. Вам осталось только доказательства. Посмотреть доказательства в книгах и на лекциях могут быть разные. Это не беда. Можно по-разному теоремы доказывать. Вот вы должны последить буквально по конспекту, как там все выводилось. А я показал вот такой алгоритик этого процесса. Вот, ну что, значит, идем дальше, да? Теперь давайте мы обсудим наши задачки. Вот у вас в задании начинается эта тема с, ну, пункта 19. 19. Вот весь пункт 19 и дальше какие-то другие номера. Это несколько задачек. Они все на составление уровня Гамильтона. Или близко к ним. Вот первая же задача, которую вы увидите, она была очень похожа на нашу задачу. Вот 19.1. Там сказано, что точка движется по прямой х, но вот эта прямая х, которая здесь нарисована, она вращается с постоянной угловой скоростью омега. То есть в этой вашей задаче у вас уже для фи не будет свободы. Фи с точкой равняется омега, равняется константа. Это уже не степень свободы. Это уже конкретное движение вот этой изменения угла фи, да? Ну, еще там нет пружинки, что еще больше упрощает задачу. Но это, кстати, здесь не главное. Главное то, что у вас переменная фи становится непеременной. Она будет заданным движением. Что сразу? Давайте прямо сейчас мы скажем, что изменяется в этой задаче. Можно ли ее взять, вот наше решение, и использовать в 19.1. Просто использовать. Так, что меняется? Давайте пружинку оставим, она никому не мешает. Что меняется? Значит, у того, сколько степень свободы у системы, если перемен, если ось х, она движется с постоянной угловой скоростью. Одна. Одна, х, и все. Так, а чем? Дальше. Значит, у вас здесь не будет переменной фи, и мы можем, вообще-то говоря, второе и четвертое уровень просто стереть. А что же поставим вместо пэфиты? Мы же не можем их константу поставить. Давайте посмотрим, что у нас там было для пэфиты. Вот оно было, да? Пэфиты у нас будет уже не переменная, значит, для, ну как, не импульс для обобщенного координата фи, а что будет, это м х в квадрате фи с точкой, а это у нас м омега в квадрате, м х, м омега на х в квадрате, так ли? То есть это будет некая функция, ее мы сюда и подставим. Ну, давайте, я не буду подставить, ясно, что вы, я не буду за вас решать, естественно, вот если подставите, вы получите, что х в кубе сократится с х в четвертой, потому что там пэфиты ф в квадрате, видите, да? И будет линейное х. Мы получим линейное дифференциальное уравнение. И значит, это уравнение вы сможете решить, потому что линейное уравнение решается всегда. Вот, это если вы захотите, используйте эту задачку, нами решенную, для 9 на 1. Можете не использовать, можете, и даже может быть более целесообразно, если вы решите с нуля, как бы просто. Выбрали координату х, одну степень свободы, написали гамильтониан. И вот тут, вот то, что Антон спросил, а что мы у нас инерциально-неинерциально, а вот можно и так, и так. Вот хочешь, мы сейчас обсудим, а как это в нинерциальной системе? Мы говорим, давайте мы, раз у нас есть фиксированная угловая скорость, давайте мы устроим такую плоскость, которая вращается. Это не инерциальная система будет. Там будет у нас, естественно, энергия кинетическая очень простая, mx точка и в квадрате пополам, но зато появится потенциальная энергия, связанная с этим, кстати, переносным движением. И у нас окажется, что вот один кусочек, вот тот, который у нас был в энергии кинетической, он перекочивает в потенциальную. Может так решать задачу. Ну, там можно и не так, можно и в абсолютно пространстве решить, а потом спуститься до одной переноси. Ну, в общем, и так, вот, значит, я думаю, что вы с нее и начнете оформлять свое задание потихонечку, потому что первое практически уже большинство из вас сдало, контролем и встали хорошо. В облаке я смотрю ваши решения, так что, значит, вы можете уже начинать решать второе задание. Ну, все очень быстро, все проскочит, все наши семинары. Вот, в середине мая у нас снова контрольное. Все во втором задании будет как в первом. Все контрольное, облако, разговоры при необходимости. Ну, все, я с этой задачей закончил, и даже считаю, что мы и вашу эту затронули из задания, значит, мы можем идти дальше. Так ведь? Ну, давайте. Так, значит, следующая задача. Задача, которую я вам хочу предложить, она служит тому, чтобы вы поняли, гамильтонного системы может появиться не только в механике. Смотрите, вот я сейчас пишу два дифференциальных уравнения. Х с точкой от Т равно, Y с точкой от Т равно, не уточняю, что такое Х и Y. Эти уравнения будут таковы. Х в квадрате плюс Y в квадрате, а тут будет некая альфа на Х на Y. Причем альфа-константа. Давайте внизу напишу, потому что. Альфа-константа. Спрашивается, эта система дифференциальных уравнений может считаться гамильтоновой или нет? Если бы мы ее порождали через энергию кинетическую, еще что-то, мы бы тогда могли сказать, а вот так она просто нам досталась уже готовенькая. Давайте ваши предложения. Как мы можем здесь какой-то вывод сделать, гамильтоновая она или нет? Вот посмотрите на правый угол, видите, да? Догадываетесь, как проверить? Ну, придется подсказать. Да. Ну, точнее, не подавляясь сказать. Допустим, она гамильтонова. Тогда существует такая функция h от переменных x, y, возможно, t, такая, что правая часть первого уравнения есть dh по dy, y, а вторая минус dh по dx. То есть мы неявно как бы интерпретируем, пусть x это координата, пусть y это импульс в общеной. И тогда, если вот это так, то она будет, значит, если такая функция найдется, будет гамильтоновой. А вот найдется она или нет, надо проверять. Допустим, она нашлась. Мы же знаем, что в этом случае смешанные производные должны быть равны друг другу. Так? Это значит, что если бы такая функция есть, то d2h по dx dx равно d2h по dy dx. Проверяем. Давайте посмотрим, чему равно. Ну, давайте прямо здесь буду писать. Видно здесь, да? d2h по dx у нас, вот она по dx, со знаком минус, это минус альфа xy, и еще по y. Получаем здесь минус альфа x. Давайте еще объясню. Я вот эту производную еще раз дифференцирую по y. С учетом знака минус, я здесь получу по y альфа x, вот альфа x и минус, да? А тут равно, дифференцируем эту правую часть по x. По x дифференцируем, получаем 2x. Что x? Нет, ну вот мы по y, вот x, y, это вот эта штучка, x, y, а y, x по x. Вот он. Вот это равно вот этому, а вот это равно вот этому. И мы говорим, когда это равно одно другому? Тогда и только тогда, когда альфа равняется минус 2. При альфа равном минус 2 они равны, при альфа в любом ином они не равны. То есть мы говорим, что она, Гамильтонова, может только быть тогда, когда альфа равна минус 2. Давайте попробуем эту систему написать. Если альфа равно минус 2, тогда система, которая предложена... Давайте напишем задача 2, ну или номер 2. Чтобы у вас структура была в семинаре. Вот номер 2. Давайте посмотрим, какая же будет у нас в этом случае система, система, а главное, какой же будет там Гамильтониан. Интересно узнать. Значит, что получается у нас? Ну, получается, собственно, осталось только переписать, да? x в квадрате, y в квадрате, а здесь y с точкой будет минус 2xy. Вот мы знаем, что в этом случае можно надеяться, что она Гамильтонова. Давайте найдем Гамильтониан. Поскольку у нас мы видим, что вот эта вещь есть минус dh по dx, давайте-ка мы проинтегрируем теперь это выражение по x и получим h равно интеграл, ну, минус и минус я, естественно, убираю, интеграл по x получаем x в квадрате пополам, да, ведь? Если по x не интегрируем, не двойки сокращать, получаем x в квадрате y. Ну и, естественно, константы интегрирования. А константы интегрирования здесь будут не совсем константы. Будет все там в ней содержаться, что, почему мы не интегрировали? Мы по x интегрировали, по y и по t нет, да? Поэтому там будет некая функция. Давайте ее назовем c, раз уж мы хотим, чтобы она была константой интегрирования, да? Это c от y и от t. Мы пока недоопределили, получается, гемельсмен. Что мы делаем дальше? Мы говорим, давайте мы то, что получили, продифференцируем теперь по y. И посмотрим, какое c, сравнив его с первым уравнением. Дифференцируем dh по dy. Поскольку здесь у нас это dh по dy. Давайте dh по dy дифференцируем. Получаем x в квадрате плюс c штрих по y от y к t. Сравнивайте два выражения. И видим, что из сравнения этих выражений вот эта штука будет равняться y в квадрате. Ну и значит мы можем теперь ее дальше интегрировать, да? Тогда c будет равно, если ее производная y в квадрате, это y в кубе делить на 3 плюс какая-то еще константа интегрирования, там c2 от t, да? Может зависеть, мы же по t не интегрировали. И вот у нас получается ответ. Смотрите, мы из того, что равны друг другу смешанные производные, и далее, сравнивая с правой частью, получили, что это будет у нас x в квадрате y, это вот мы получили при первом касании нашей задачки, плюс y в кубе на 3, плюс некая константа интегрирования c2 от t. Ну вот, мы получили с вами гамильтониан, можете проверить, давайте проверим, я сейчас продифференцирую по y, я получу x в квадрат, плюс y в квадрат, если по x, то я получу как раз с учетом этого минус, минус 2 альфа. Получили, да. И возникает вопрос, а что делать вот с этим слагаемым? Какие ваши предложения? Так оставить его? Или убрать, или доопределить, что с ним можно сделать? Ну, мы еще не нашли. А надо его находить? А посмотрите на уровень гамильтона. Они в правой части, что это только частная производная по x и по y. То есть, любая функция, которая бы здесь не появилась, аддитивно, значит, входящая, аддитивно, значит, как слагаемая от времени, она не повлияет на уравнение движения. И мы можем поступить самыми разными способами. Можем ее оставить, но на самом деле, поскольку не нужна, можно ее просто стереть. И получить окончательное решение. Вот он гамильтониан. Ну, вот так. То есть, мы с вами проверили некую систему. Вот я, Антон, ты был? Ушел, а я напомню, что мы взяли любую произвольную, то есть, не из механики. Вот какой-то x, какой-то y взяли. Написали некую систему дефициальных уравнений. Помните, я говорил в начале семинара, что гамильтонная механика, она оказалась шире, чем ее гамильтон задумывал? Шире. Поэтому, вот, пожалуйста, если в математике встретится вот эта системка, и если окажется, что на гамильтон, для нее все справедливо, и все, что мы будем говорить дальше про, значит, гамильтонную механику в течение остатка семестра нашего, все будет справедливо для этой системы тоже. Да? Это уравнение гамильтона канонически. Смотри, вывод их. Потому что уравнение гамильтона, вот, ну давай еще напишу. Вот то, что Уильям Гамильтон вывел в уравнение, они вот такие. Я их не выводил, я их вам показал. Вывод, смотри, книжку или учебник, или лекции. Вот эта система гамильтоновых уравнений. Ну, на семинаре невозможно, значит, решать, еще и выводить. Вот эта система, прими ее пока, как, если ты лекцию, допустим, не послушал, пока, прими ее на веру. Придешь домой, посмотри лекцию в Ютьюбе. Что значит перепутанное? Ну, смотри, ну давай, я, конечно, могу перепутать что угодно, затем вы тут сидите, чтобы меня править. Ну, давайте посмотрим. Ну, пусть у нас Ку это Х. Тогда что здесь должно быть? Игрек. А у меня что стоит? А у меня что стоит? Игрек. А тут у нас Игрек. Что должно стоить? Икс. Где я перепутал? Ну, давай, покажите. Нет. Ну, в общем, да, за мной надо следить внимательно, но, значит, я могу, да, и отбиться от ваших претензий, да? Ну, смотрите, что. Предположим, что Х это координата Q, а Y это P. Все нормально, все хорошо. Я обычно, я уже провел перед вами три семинара, обычно я к четвертому семинару уже меньше ошибаюсь, чем на первом. У меня самый забавный семинар бывает у меня на футбе по вторникам, когда там, я не знаю, я чуть могу перепутать, но там тоже сидят ребятки такие, которые могут вцепиться и не отпустить. Хорошо, ну что, давайте последнюю задачу и закончим. У нас осталось не так много времени. На эту тему у вас нет задач в первой строчке, в первой строчке. Потом у нас будет проверка на гамильтонах, но просто мне показалось, что прямо сейчас лучше показать, что гамильтоновые системы не только бывают в механике. Давайте мы решим третью задачу, а вот она уже у вас будет в вашем задании. Она связана с тем, чтобы научить вас, что можно не только из лагранжевой механики перейти в гамильтоновую, но и обратно. Ну вот как, если у вас есть дверь, то желательно, чтобы она в обе стороны работала, так и тут. Из лагранжевой механики вы уже знаете, как перейти в гамильтоновую. А вот как перейти из гамильтоновой в лагранжевую? Давайте посмотрим. Итак, пусть у нас есть номер задач, я сейчас не помню. Допустим, это 19,5. Где-то вот такого типа, 19,5. Но я и не ее, естественно, буду решать, я просто для нее расскажу, как это нужно сделать. По условиям задач, которые там есть, в этом пункте, есть дан гамильтониан. Гамильтониан как функция Q, P, T, дан. Пока я пишу в общем виде. А надо получить лагранжиан. Ну я напомню, что когда мы переходили от лагранжиана в гамильтониан, у нас была, вот здесь было написано вот в этом месте, формула перехода. Определен был обобщенный импульс, и вот там мы переходили. А что делать тут? Ну, во-первых, формула, по которой мы находили гамильтониан, она справедлива и для лагранжиана. Мы можем поменять местами лагранжиан и гамильтониан. И у нас получится так. Снова P строчка, снова Q с точкой, столбик, минус гамильтониан. Что я сделал? Посмотрите, в самом начале нашего семинара формулу для определения гамильтониана. Я ее просто переписал в другом порядке. И там мы, кстати, избавлялись от переменных лагранжевых. А тут мы должны избавиться от переменных гамильтоновых. Вот у нас гамильтоновая переменная тут и тут. Давайте ставим дуги в знак того, что мы тут постараемся поменять их. Мы должны каким-то образом выразить, получить выражение P как некую функцию от Q ку с точкой и T. Ну, T я всегда пишу, хотя конкретной задачей может его и не быть, тем не менее. Вот если я сумею это выражение получить, тогда я ее буду подставлять вот сюда и вот сюда. И в итоге получать уже лагранжиан только в лагранжевых переменах. Где его взять? А давайте посмотрим на первую группу уравнений гамильтона. Вот это первая группа. Q с точкой равняется минус D, нет, там было плюс, да? DH от QPT по DP. Это первая группа уравнений гамильтона. Вторая я не пишу, которая с минусом, вот первая недостаточно. Если я продифференцирую гамильтониан по вобщенному импульсу, я получу, естественно, некую вектор функции φ от гамильтоновых переменных, вот тех самых, под которые взвесил гамильтониан. Рассмотрю ее как алгебраическое уравнение. И вычислю P. И получу, что P это будет некая функция ψ от Q ку с точкой T. Вот ее-то я и буду подставлять. Ну, вот, собственно, что я хотел, получить импульс через обращенные координаты скорости и время, я и получу, и подставлю. И вот, если я это сделаю, я получу лагранжан уже только у лагранжих переменных. Ну и снова такой традиционный вопрос. Когда возможен этот переход, и когда он невозможен? Вот посмотрите. Когда я смогу разрешить эту систему? Снова. Мы уже говорили, да? Надо, чтобы детерминант матрицы, когда мы вектор φ дифференцируем по строчке P, он не был равен нулю. Это значит матрица вторых производных D2H. D2H по Dp, по Dp' вот ее детерминант не должен быть равен нулю. То есть тоже гисян, только не лагранжан, а, ну, правда, это уже не гисян, да? Хотя, ну, в общем, матрица вторых производных. Просто так сказать. Матрица вторых производных не должна быть равна нулю. Ну, тогда у нас это разрешится все. Мы сможем алгебраически разрешить и потом уже подставлять туда. Вот что вы сейчас самое важное должны сказать, что дверью из лагранжевой механики в гамильтону уделяются овощенные импульсы, а обратный переход – первая группа уравнений гамильтона. Можете даже написать. Поставьте как-то там подпись, что вот это инструмент перехода из гамильтона и механики в лагранжу. А мы сейчас решим задачу. И время еще есть на эту тему. И мы получим, что действительно это можно сделать. Вот давайте мы сейчас сделаем так. Мы только что с вами в задачу номер два убедились, что у нас гамильтонова система и получили гамильтон. А что если мы сейчас для этой системы найдем лагранжану? И посмотрим, что получится. Напишите задача три или номер три. Для системы, рассмотренной в задаче два, получить лагранжану номер три. Только единственное, что я сделаю, я все же вернусь к стандартным обозначениям Q и P. Не буду уже x и y писать. Я уже понял, что она гамильтонова. Могу позволить себе написать следующее выражение. Что у нас Q с точкой есть Q в квадрате, P в квадрате, считая, что x это у нас координата, а P с точкой это, соответственно, минус два QP. Мы уже знаем, что она гамильтонова. Более того, мы знаем ее гамильтониан. Так, я его стер, но вы мне напомните, что там, Q в квадрате, P, да? Q в квадрате, P. Ну, когда у нас x и y были, что там было? P в кубе на 3, так ли было, да? Вот у нас система есть гамильтонова, у нас есть ее гамильтониан. Давайте-ка посмотрим, какой там был лагранжан. Для этого мы делаем то, что здесь написано. Мы говорим, Q с точкой это dh по dp, а это в свою очередь по dp дифференцируем, получаем Q в квадрате по P плюс P в квадрате. Ну, могли бы это и не писать, у нас это, в общем-то, известно, да? И мы отсюда можем выразить P. Что получается? P в квадрате равняется Q с точкой минус Q в квадрате. Что вы скажете о возможности такого перехода? Смотрите, он не везде возможен. У нас на фазовой плоскости получается, что не во всех точках вот эта величина будет положительна. Вот давайте мы нарисуем фазовую плоскость. Вот здесь у нас Q, здесь Q с точкой, ну, в общем, плоскость у нас одна степень свобода. И вот мы видим, что, когда это, значит, больше нуля, или P в квадрате, да? Вот если я нарисую параболу, да, Q с точкой, да, вот эта парабола, где вот Q с точкой равняется Q в квадрате, и вот в области выше этой параболы и на ней, у нас все нормально. А нижний не работает. То есть получается, что вот эти переходы от Лагранжа в механике Гоминтона, они вот не так, на самом деле, безобидны. Можно сказать, что там ничего-то не складывается. Но, еще раз повторяю, поскольку это дифференциальные уравнения, а они даже в эпсилон-крессте работают, ну, а тут уж какая эпсилон-крессте, целая область выше параболы. То есть мы в ней и будем работать. Итак, P мы нашли, и можем сейчас позволить себе вот сюда прямо начать подставлять. Давайте я здесь это, ну, может быть, стоит написать, знаете что, что P равняется Q с точкой минус Q в квадрате в степени 1,2. Ну, чтобы радикалы не писать, корень 1,2. Ну, давайте посмотрим, что в нашем случае получается. У нас получается следующее. Ну, поскольку одна степень в свадрате, то у нас тут никакой строчки не будет, просто будет P. P и Q с точкой минус гамильтониан, который у нас уже есть. это будет Q в квадрате на P на P минус P в кубе на 3. Равно. Так, ну давайте я P здесь вынесу, уж очень красиво выносить, вот это P вынесу, Q с точкой минус Q в квадрате и минус P в кубе делить на 3. И сейчас мы будем подставлять туда, найденное P. И вот я вижу, что я тут кое-что не учел. Если некая величина есть в квадрат, то тогда что тут P плюс-минус корень квадратный, да, ведь? Поэтому, вообще-то говоря, я должен написать два решения, А и B. P при положительном P это вот то, что я написал, а при отрицательном P это вот минус Q с точкой минус Q в квадрате 1, 2. То есть надо иметь здесь просто, ну, надо сделать две ветви решения. Для положительного P и для отрицательного отдельно. Ну давайте для положительного сделаю я, а для отрицательного вы быстренько сами сделаете, мы сравним, что получится. Итак, пусть у нас выражение, это подкоренное выражение, хоть это не написано 1, 2, это же корень, да? Пусть оно, значит, у нас положительное, мы находимся здесь, извлекли корень и получили P с плюсом корень, да? Тогда у нас получается здесь следующее. Ну, учитывая, что я вынес P, да, это у нас P получается Q с точкой минус Q в квадрате в степени 1, 2 умножить на Q с точкой минус Q в квадрате минус Q с точкой минус Q в квадрате в степени 3, 2 и натрия, да? Натрия. Ну и вы видите, что легко приводится подобное, поскольку тут тоже получится скобочка в степени 3, 2. ну и в итоге я получаю, если я здесь единица, здесь 1, 3 я получаю 2, 3 2, 3 Q с точкой минус Q в квадрате в степени 3, 2. Вот у меня получился Лагранжан. Вот я хотел Лагранжан, я его получил. Давайте я напишу его, значит, 2, 3 Q с точкой минус Q в квадрате в степени 3, 2. Но это только половина решения, да? А ну-ка, давайте-ка я чуть помолчу, а вы подставьте P в минус скобочка. У нас кое-где поменяются знаки. Там будет то же самое, только минус. То же самое, только минус, да. Ну и все же я вот нашей аудитории, которая присутствует здесь, дам там минуту, чтобы они все же сами почитали и сказали, что их получится. что получится, если вы то же самое сделаете, только будете там, где P, поставлять его решение с минусом. Давайте, подождем. Ничего, у нас я время контролирую, вижу, что у нас все нормально, мы все получаем, мы обсудим сейчас все еще. Так. Пока вот они пишут, я хочу узнать, кто у нас онлайн, кто смотрит. Ну-ка, давайте-ка перекличку сделаем. Оля смотрит, да? Или уже не смотрит? Смотрю, смотрю, у меня просто микрофон долго включался. Ага, понятно. Так, а Егор Тельных здесь? Нет. Да, только что говорил. Да. Так вы вдвоем или еще кто-то есть? Я еще есть. Еще ребята есть. А, Кирилл Юшин, Динара. О, слушайте, у нас большая, у нас сегодня онлайн больше, чем в аудитории. Ну, молодцы, хорошо. Слушайте, а вы собираетесь в понедельник участвовать в сдаче задания по Zoom? Кто из вас собирается это делать? Я. Значит, я, вот я что решил сделать, чтобы я, понимаешь, не все просыпаются в 9.00, я буду делать так. Я, поскольку у меня еще несколько групп, я буду в 9 выходить в Zoom, потом в 10.45 начало второй пары, потом в 12.20, в 13.45. Вот, пожалуйста, выбирайте в удобное время, входите, если в течение 10 минут никого нет, я отключаюсь. А так я буду в начало каждой пары в понедельник в Zoom вас ждать, кто хочет с нами поговорить, пожалуйста, ну, будьте готовы к ответам по, значит, моим, по моим вопросам. Я подготовил вопросов, больше 20 штук, по нашему заданию. Вот так что поговорим с вами. Ну что, давайте, Камиль, что ты получил? Что? Нет? Нет. Вот, да, где-то ошибся. Минус, минус, то есть у нас получается Лагранжан вот такой. Вот если я сейчас подставлю B, то получу минус. И возникнет вопрос, а что у нас, вот Гаментиняна был 1, Лагранжан 2, что у нас 2 системы появилось, что ли? Ну-ка давайте, вы пока думайте, а я пока вы думаете, я напишу на доске уровень Лагранжа, еще раз напишу, и мы с вами поймем, что же за ситуация сложилась. У нас же уровень Лагранжан в таком случае будет равняться 0, и мы можем взять знак, что минус, что плюс. А вы без разницы, будет. Совершенно верно. То есть, если я поставлю, значит, линию А нашего решения с плюсом, а потом с минусом сделаю, то я получу то же самое, перенесем туда. Более того, вы, наверное, знаете, вот был ли у нас, я уже забыл, такой важный, как калибровочный вариант, что на самом-то деле Лагранжан, была, по-моему, такая задача, Лагранжан, что к нему добавь функцию аддитивную, что знак поменяешь, что умножим на константу, и даже, по-моему, можно было добавить полную производную и какой-то там произвольную функцию. И все равно, получается, одни и те же уровни Лагранжа. Поэтому ответ такой, поскольку от знака Лагранжана сами его равнения не зависят, то мы можем взять просто одну из этих функций, ну, наверное, с плюсом логично взять, и сказать, что решение со знаком минуса дает те же уравнения. Поэтому у нас, давайте, пусть у нас такой Лагранжан и будет. Вот он и есть. Вот так вот. Ну, вот, собственно, все, что я хотел сказать по первому нашему семинару. Давайте ваши вопросы. Динара наслышит. Да, Динара, скажи ты, значит, вот прояснились те вопросы, которые задавала, или остались еще у тебя? Да, прояснились, в принципе. Ну, все же, ты все можешь написать. Там появились другие. Появились другие. Ну, это вот, да, одни вопросы. Давай мне, пиши мне тогда на почту, и я, ну, либо вечером сегодня, либо завтра тебе отвечу. Да, или все вы можете написать, я всегда отвечу. Ну, все, на этом мы давайте семинар закончим. И до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok